Продолжение следует... Вот такой будет парк, вот такой будет красивый парк, сейчас вот, пожалуйста, это план объекта, вот такой будет план, то есть такой будет парк Сосновый. Поехали, водники. В водниках находится одна школа и строится где-то детский садик, где точно, я не знаю, мы сейчас попробуем с вами найти его. Вот здесь закончился прогресс, ну, соответственно, уже березовый, вот, и мы с вами едем на воднике, ну, к сожалению, немножко трактор нам мешает, мол, быстро проехать, сейчас мы с вами проедем. Вот, и вот за таким красивым символом... Сейчас я вам его покажу, вот за таким красивым символом начинаются водники. Вон там дальше новые дома строятся, новые дома. Пожалуйста, это водники. Попрошу моего оператора немножко показать, да, вот так. Вот, мы едем с вами как бы по главной дороге, мы въехали с вами на водники. Здесь есть, недавно совсем построили магазин «Пятерочка», сейчас я вам покажу его. Пожалуйста, вот, магазин «Пятерочка», совсем недавно мы построили. Раньше его, соответственно, здесь не было. Также здесь есть подштампы мимо школы, вот, ну, как я говорил, садик. И в основном это частный сектор, тут частные дома, то есть здесь есть трехэтажки, но они уже слишком старые. Вот, сейчас вам покажем. Вот такие двухэтажечки, пожалуйста, прошу обратить внимание. Вот, и в основном, как вы видите, здесь частный сектор. Сейчас мы с вами доедем до конца, для того, чтобы показать, там дальше идут производственные базы. В основном яблочки и так далее. Сейчас мы будем ехать обратно, ну, может, попрошу оператора, когда мы будем ехать обратно, покажу вам, где находится почта. Сейчас мы с вами едем пока, посмотреть, где находится производственная база. Ну, как я говорил, двухэтажечки здесь. Здесь все централизованное, газ, вода, канализация, здесь все с этим нормально. То есть район, как бы, тоже разрастается, ну, практически уже тоже стал Краснодаром. Вот, прямо, если ехать, это производственные базы. И вот здесь вот они продолжаются. Сейчас мы с вами проедем, я покажу вам. Старая банька, попрошу заснять оператора. Пожалуйста, покажите. Вот, старая банька. Говорят, что не работает. Так, ну, и тут тоже, соответственно, базы. Как видите, проехать не получится. Соответственно, мы разворачиваемся и едем в обратную сторону. Сейчас я вам покажу, где находится здесь почта, где тут находится школа. Честно, не знаю, где-то, говорят, здесь строится детский сад. Но я его почему-то не вижу, где он строится. Но сказали, что очень большой детский сад. Вроде бы, как на 400 мест строится где-то здесь, в водниках. Так, где-то едем мы уже с вами по направлению обратно в Березовый. У Прогресса Березовый. Вот такая вот почта. Попрошу показать операторам. Вот такая вот почта, старенькая. Но она работает стабильно и нормально, кроме субботы и воскресенья. Магазинчики здесь. Сейчас мы вам покажем школу. Здесь что-то делают. Вот это школа. Школа номер 67-я города Краснодара. А детей водят до школы на вот таких автобусах. Так, ну, где, честно говоря, школа, я не знаю. Давайте мы с вами развернемся тогда и поедем, как я вам обещал, в поселок Березовый. Ну, как я и сказал, что здесь есть где-то школа. Где она, честно, ой, то есть садик, извините. Где-то здесь есть садик, где он, я, честное слово, не знаю, где он строится. Ну, наверное, где-то за школой, я так думаю. Потому что территории, я так понял, что там только имеются свободные вон. А, да, наверное, это она. Сейчас мы развернемся и посмотрим его с вами. Нет, не похоже. Или это все-таки может быть действием, детский сад или нет. Ну, сейчас мы спросим. Добрый день. Это детский садик, да, будет? Вот такой вот детский садик строится. Вот. Вот и мы с вами нашли, где строится детский садик. Ну, мы смотрим, вроде бы, не маленький. Но, как сказали, что где-то на 400 мест. Так, теперь давайте с вами, я вам покажу, как по дороге до, проезжая Мим Прогресс и как ехать на Березовый. Соответственно, мы сейчас с вами будем проезжать витамин комбинат. Но это уже в других моих репортажах и частях. Вот такой вот микрорайон Готники. Наверное, скоро он так и будет называться. Пока Готники, наверное, будет скоро называться микрорайон Готники. С этой стороны, когда вы едете, видится новый ЖК Прогресс, о котором я говорил. Соответственно, сам Прогресс, но уже переименован поселок Березовый. То есть, как бы от Прогресса осталось только одно название, можно сказать. Кстати, вот в том ролике я вам показывал издалека администрацию Прогресса. Сейчас я вам ее покажу немножко ближе. Проезжая, покажу вам ее ближе. Вот это администрация Прогресса. Ну, она сейчас не работает, она сейчас закрыта. С этой стороны у нас тоже, у нас на Савве Краснодара, получается, тоже частные дома. И вот мы с вами едем, соответственно, дальше. Эти вам дома я не показывал. Эти пятиэтажка, длинная пятиэтажка здесь. Сейчас вот минуточку посмотрите. Ну, и, соответственно, здесь агрокомплекс, пекарня. Вот. И вот с этой стороны магнит, который я вам в первой части не мог показать. Близко автомойка, магнит. Пожалуйста. Все эти поля, которые вы видите, они уже практически, ну, под застройку. Да, все эти поля уже практически под застройку. То есть, по идее, уже здесь вот в этом году должны начать строить. Где-то здесь будет также школа, садики, магазины и так далее. То есть, в принципе, район расстраивается. К сожалению, я ее обогнать не могу. Поэтому просто посмотрим. С правой стороны там очистные находятся. Их, не знаю, будет видно, нет. Сейчас вот оператор повернет. Вот, может, через деревья. Там дальше очистные находятся. Но эти очистные общие, получается. И они относятся и к прогрессу, и к молодежному району, который я вам тоже продемонстрирую. Производственные территории проезжаем. Пожалуйста, здесь производственные территории. Там дальше он уже березовый идет. Вот, мы его соприкасаемся именно. Ну, березовый в основном частный сектор. Вот, мы едем дальше. Производственные территории. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мебельный магазин, строительный магазин здесь на выезде. Это все тут имеется, все работает. Вот мы с вами, грубо говоря, выехали из Березово и двигаться сейчас будем по направлению к Молодежному району, который я вам покажу пока на камеру через телефонную машину. Но обязательно будет ролик, я пройдусь по району и покажу вам, как в этом районе и что строится. Там тоже уже заканчивается строительство школы. Между прочим, вот это все, что мы сейчас проезжаем с вами, это все поселок Березовый считается. До следующего знака, до следующего поворота, точнее говоря, это все вот идет как бы поселок Березовый. Немножко поделили. Вот эти многоэтажки тоже относятся к Березовому. То есть вот как тут получается, вот эта половина получается, где вы видите сейчас торговый центр семейный, уже не Березовый, это уже просто на основе улицы Краснодара. Вот это вот и есть микрорайон Молодежный, а по-другому это район Витаминкомбината. Мы с вами сейчас едем на Березовый, то есть показать вам, что это такое. Это в основном частные дома, ну там также присутствуют пятиэтажки и трехэтажки в самом Березовом. Микрорайон Молодежный, это можно сказать новый микрорайон, который тихо-тихо расстраивается. В данное время, кто желает переехать, здесь можно купить недвижимость, еще пока недорого. Это, я говорю на момент, 2021 года, конец марта. А то кто-то посмотрит ролик и скажет о том, что как же так, вы сказали дешево, чтобы вы знали на какой момент я это говорю. В среднем сейчас квартиры идут где-то от полтора в этом районе. Так, мы едем с вами дальше. Продолжаем движение. Если вы едете именно из Соснового Краснодара по ЕСМУ шоссе, то, соответственно, вы будете на Березовый разворачиваться. Разворачиваться вы будете вон там дальше. В Березовом сейчас заедем. Мы поедем в основной микрорайон, где многоэтажки стоят. Трех-пятиэтажки я вам покажу. Ну и дальше мы поедем с вами, я вам покажу, где начинается частный сектор Березового. Транспортное сообщение здесь очень хорошее. Как сам Березовый, так и Прогресс. И в частности, на Сосновом Витамин Каменато здесь постоянно ходят автобусы. Постоянно, с утра до вечера. Как видите, от отворота на Березовый это частный сектор. Они немножко соединяют. Сейчас мы с вами повернем на Березовый, где многоэтажные дома. Оперпункт полиции находится вот здесь, прямо на повороте. Там дальше пятиэтажка. Как я и говорил, в основном здесь частные дома. Но здесь есть и многоэтажки, двухэтажки, трехэтажки, пятиэтажки. Вот, пожалуйста, двухэтажный дом. Попрошу оператора не снимать немножко здесь мусорно. Здесь заводы начинаются. Начинаются заводы. И вот мы с вами выезжаем на ту дорогу, на которую мы с вами могли ехать. Где частный сектор. Сейчас вам покажу. Здесь немножко плохая дорога. Но по той дороге, если бы мы с вами поехали, там хорошая дорога. Ну, здесь можно понять, потому что, как-никак, заводы. Это понятное дело. По таким дорогам берегите свою машину, если поедете. Да, камера трясется, но что делать. Прошу показать оператору дорогу. Вот отсюда мы могли с вами заехать. Но я вам показал, где именно сами основные дома. Многоэтажные, вот здесь дальше идут основные заводы. Практически здесь все работает, можно сказать. Продолжение следует... уважаемые подписчики мы с вами подъезжаем конечный здесь магазин пятерочка здесь конечно и автобусов отсюда вот с этой вот остановочки покажу показать оператор вот обычно уезжают все в основной город немножко проедемся вам покажу здесь наш частный сектор ну как видите в основном как я и сказал березово это частный сектор частные дома хочу вам показать вот здесь вот и новые ну типа новую такую микрорайончик а домов построили тоже частные дома оператор поправляет горько педже я говорю дома свойственное тут как посмотреть коттеджами их не назовешь как мини домики их назовешь установка для больших машин чтобы не проезжали пожалуйста вот посмотрите пожалуйста на вывеску здесь вот дома данное время на март 2021 года стоят от 3 миллионов индивидуально жилищно строительство вот такие вот коттеджики дома вот так вот такого вот вида в принципе очень симпатичные красивые домики это по желанию если кто захочет переехать березовый вы можете рассчитывать вот на покупку вот такого до дома вон там дальше дорога соединяется будет соединяться с прогрессом как сказали и по той линейке соответственно находится бывший прогресс уже настоящий поселок березовый пожалуйста надеюсь вам на моя экскурсия понравилась подписывайтесь на мой канал продолжение следует оставьтеrigу